Меседа 16. О падении первозданных. 2.25. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Сегодня хочу открыть вам, возлюбленные, духовное сокровище, которое, будучи и разделяемо, никогда не истощается, всех обогащает и нисколько не уменьшается, напротив, еще умножается. И из чувственного сокровища, если кто успеет взять хоть малую частицу, то составляет в себе великое богатство, так и в Божественном Писании. Даже в кратком речении можно найти великую силу и несказанное богатство мыслей. Таково свойство этого сокровища. Делая богатыми приемлющих его, само оно никогда не оскудевает, потому что его изливает обильный источник Духа Святого, а ваше дело тщательно, блюсти, предлагаемое и твердо хранить в памяти, чтобы быть вам в состоянии легко следить за тем, что говорится. Лишь бы только мы с усердием делали зависящее от нас, а благодать готова и ищет, кто бы принял ее в изобилии. Выслушаем же и сегодняшнее чтение, чтобы познать нам неизреченное человеколюбие Божие. И то, какое снисхождение он явил ради нашего спасения. И были оба наги, а дам и жена его и не стыдились. Подумая о великом блаженстве прародителей, как они были выше и всего телесного, как жили на земле, будто на небе, и, будучи в теле, не терпели нуж телесных, не нуждались ни в крови, ни в доме, ни в одежде, ни в чем другом подобном. Об этом сообщило нам Божественное Писание, не просто и не без намерения. Но для того, чтобы мы узнав о такой беспечальной и безболезненной жизни и об ангельском, так сказать, состоянии, когда увидим потом, что они всего этого лишились, и из великого обилия не спали в самую крайнюю бедность, приписали это их беспечности. Впрочем, надо было высушить самое чтение. Блаженный Моисей, сказав, что прародители были наги, не стыдились, так как они не знали, что были наги, потому что их облекала и украшала лучше всякая одежда, неизреченная слава, говорит 3.1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Смотри, какая зависть и многосплетенная хитрость лукавого демона, видя, что созданный человек находится в высочайшей чести и почти ничем не меньше ангелов, так и блаженный Давид говорит, немного умолил ты его предангелами. Псалом 8.6. Да и это малое вел грех прислушания, потому что пророк сказал это уже после прислушания. Так, видя на земле земного ангела и с недаемой завистью, виновник зла демон, который сам пребывал между высшими силами, но по развращению воли и безмерной злости не спал с той высоты, употребил великую хитрость, чтобы лишить человека благоволения Божие и, сделав его неблагодарным, лишить его всех благ, дарованных ему человеколюбием Божиим. И что же делает? Нашедший этого зверя, то есть змея, который превосходил смыслом других зверей, что за свидетельствовал и Моисей словами, «Змей же был мудрее всех зверей, сущих на земле, которых сотворил Господь Бог». Им, воспользовавшись как орудием, дьявол через него вступает в беседу с женою и увлекает в свой обман этот простейший и немощнейший сосуд и сказал жене змей. И из этого заключаю, возлюбленный, что вначале ни один зверь не был страшен ни мужу, ни жене. Напротив, признавая свою подчиненность и власть человека, и дикие, неукротимые животные были тогда ручными, как ныне кроткие. 128. Но может быть здесь кто-нибудь придет в недоумении и захочет знать, не имело ли это животное и дара слово? Логос. Нет, не должно так думать. Но всегда, следуя Писанию, надо бы рассуждать так, что слова принадлежали дьяволу, который возбужден был к этому обману своей завистью, а этим животным воспользовался как удобным орудием к тому, чтобы, прикрыв обман своей приманкою, обольстить сначала жену, как всегда более способную к обольщению, а потом через нее и первосозданного. И так, воспользовавшись этим бессловесным для устроения кова, дьявол вступает через него в разговор с женой и говорит, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Смотрите, какая здесь чрезвычайно тонкая хитрость. То, чего Бог не говорил, дьявол предлагает в виде совета и вопроса, как будто заботясь о них, потому что такое расположение выказывает эти слова. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» «Как бы так, — говорил лукавый тот демон, — для чего Бог лишил вас такого наслаждения? Зачем не дозволяет вполне пользоваться райскими благами?» Представив, наслаждаться созерцанием их не позволяет вкушать и от этого чувствовать тем больше удовольствия. «Что так сказал Бог?» «Для чего это?» «Что пользу жить в раю, коль скоро нельзя пользоваться тем, что есть в нем, а приходится испытывать тем большую скорбь, что смотреть можно, а удовольствия происходящего от пользования не получать?» «Видишь, как он через эти слова, точно через приманку впускает дяд?» Жене надлежало бы из самого этого начала догадаться о крайней дерзости дьявола, что он умышленно говорит о том, чего нет, и еще, как будто заботясь об них, говорит для того, чтобы узнать, что заповедал им Бог, и таким образом увлечь их к преступлению. Итак, жена могла тотчас узнать хитрость дьявола, уклониться от беседы с ним, как говорящим пустое, и не довести себя до такого унижения, но она не захотела этого. Ей следовало бы даже и не вступать в беседу с ним, а беседовать только с тем, для кого она сотворена, кому равна была по достоинству и создана помощницей. Когда же она, не зная как увлекшись, вступила уже в разговор с змеем, и через него, как через орудие, приняла гибельные слова дьявола, и тогда, поняв несообразность слов его, и видя, что иное заповедал создатель, а другое противное словам творца говорил дьявол, тотчас должна была отвратить слух, бежать от беседы с ним, и презреть дерзнувшего, изощрять свой язык против данной им заповеди. Но, по крайней невнимательности, она не только не уклонилась, но и вполне открыла ему заповедь Божию, повергла бисер перед свиньёю, и исполнилось слово Христово, «Не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, иначе они попрут ногами своими и, обратившись, растерзают вас». Это и было теперь. Жена повергла божественные бисеры перед свиньёю, и пред этим злым зверем или демоном, действовавшим через него, и он не только попрал их и воспротивился сказанному от Бога, но, обратившись, увлёк в бездну прислушания не только жену, но вместе с нею и первозданного. Так опасно открывать без рассуждения, как пришлось божественные тайны. Да слышат это те, которые разглагольствуют со всеми без различия и без рассуждения. И Христос там говорит не о чувственной свинье, но разумеет людей, подобных этим животным, валяющимся, подобно бессловесным, в нечистоте греха. И этим Он вразумляет нас и обращает внимание на различия лиц, и тщательно рассматривать обстоятельства, при которых нужно открывать что-либо из Слова Божия, чтобы не сделать вреда ни другим, ни себе. Таковые не только сами не получают пользы от предлагаемых им слов, но часто увлекают в бездну с собой бездну погибели, и тех, которые безрассудно отдают им эти драгоценные жемчужины. Поэтому должны мы тщательно наблюдать за тем, чтобы и нам не потерпеть того же, что потерпели обольщенные ныне прародители. Ведь если бы и в данном случае жена захотела не повергать божественных жемчужин перед свиньею, то и сама бы не незринулась в ту бездну, и мужа бы не увлекла. Но послушаем, что она отвечает дьяволу, когда змей сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю, то жена и говорит ему, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. Видишь, какое коварство. Дьявол сказал то, чего не было, чтобы вызвать ее на разговор. Три-три. Узнать, что было на самом деле сказано. Жена, доверившись ему, как благорасположенному к ней, открывает всю заповедь, рассказывает обо всем подробно и своим ответом отнимает у себя всякое оправдание. В самом деле, что может жена сказать в свое оправдание? Ибо сказал Бог, не вкушайте ни от какого дерева. Ну, от всякого дерева ешьте. Надлежало бы тебе отговориться от него, дьявола, как сказавшего противной истине, и сказать ему, пойди прочь, ты, обманщик, не знаешь ни силы данной нам заповеди, ни величия того, чем мы пользуемся, ни обилия даров божьих. Ты говоришь, будто Бог сказал, чтобы мы не вкушали ни от какого древа райского, а владыка и создатель по великой благости, дозволив нам пользоваться и владеть всеми деревами, повелел воздерживаться от одного, а то вследствие своей попечительности о нас, чтобы мы через вкушение от него не подверглись смерти. Ей нужно было, если бы она была благоразумна, сказавшему эти слова, совсем отвернуться и более же не говорить с ним и не слушать слов его. Но она, открыв заповедь и сказав, что говорил им Бог, принимает от дьявола новые внушения, гибельные и смертоносные. Когда жена сказала, что от всякого дерева, плоды мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая сказал Богу, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть, тогда лукавый враг нашего спасения предлагает свое внушение, противное слову Господа. Тогда как человеколюбивый Бог по великой попечительности запретил вкушать, для того, чтобы они не сделались смертными через прислушание, этот говорит жене, сказал змей, нет, не умрете. Какого же заслуживает жена оправдания в том, что так охотно слушала того, кто говорил так дерзко. Бог сказал, не прикасайся, чтобы не умереть, а этот говорит, нет, не умрете. Потом, не удовольствовавшись противоречием божественным словам, он еще представляет создателя завистливым, чтобы таким образом удобнее ввести в обман и обольстить жену, достигнув своей цели. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот вся приманка, наполнив чашу гибельным ядом, дьявол подал ее жене, а та не обратив внимания на смертоносное действие, если бы захотела, она могла бы узнать это с самого начала, но услышав от того, будто Бог потому запретил вкушать от дерева, что откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло, увлекшись надеждой на равенство с Богом, возмечтала наконец о себе много. Таковы-то ухищрения врага. Он возводит лестью на большую высоту, не звергает затем в глубокую бездну. Возмечтав о равенстве с Богом, она спешила вкусить плода, и туда устремляла и ум, и мысль, и ничего больше не видела, как то, чтобы испить чашу, растворенную лукавым демоном. А чтобы увериться тебе, что она заботилась об этом, лишь только приняла гибельный яд по совету змея, послушай, что говорит Писание. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Поистине, худые сообщества развращает добрые нравы. В самом деле, отчего до внушения этого лукавого демона ничего такого не испытывала Ева, не подумала о дереве и не видела красоты его, от того, что боялась заповеди Божьей и будущего наказания за вкушение. А теперь, когда она была обольщена этим лукавым животным, будто они не только не потерпят этого наказания, но и сделаются равными Богу, надежда на это обещание побудила ее вкусить от древа. И она, не захотев остаться в своих границах, но признав врага и противника нашего спасения более достойным доверия, нежели слова Божии, немного спустя на самом опыте узнала гибельность внушения дьявольского и несчастье, имевшее постигнуть их за вкушение, увидевши, как сказано, что дерево приятно для пищи и хорошо видом для глаз жена по обольщении, конечно, дьявола, в которую он ввел ее через змею, подумала сама про себя, если дерево и хорошо на вкус, и может так услаждать взор, и есть в нем некоторая невыразимая красота, да и вкушение от него доставит нам высочайшую честь, так что мы будем иметь одинаковое достоинство с создателем. А почему же нам не вкусить от него? 132. Видишь ли, как дьявол увел жену в плен, увлек ее ум и заставил мечтать о себе выше своего достоинства, чтобы она, увлекшись пустыми надеждами, потеряла и то, что уже было ей даровано. Их седьмой. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Что ты сделала, жена, принявшая этот гибельный совет? Ты не только попрала данный от Бога закон и нарушила заповедь, и до такой дошла несытости, что не удовольствовала столь многочисленными плодами, но еще дерзнула вкусить от этого одного дерева, которого владыка повелел не касаться. Поверила словам змия, сочла совет его более достойным доверия, чем данный создателем заповедь, и допустила себя до такого обмана, что не заслуживаешь и извинения. Разве давший совет был одной с тобой природы? Это было из числа подчиненных, из числа рабов, состоящих под твоей властью. Зачем ты так посрамила себя и оставив того, для кого ты создана, кому в помощь произведена, кому равна по достоинству, по существу и дару слова, решилась войти в разговор с змеем, и через этого зверя принять внушение от дьявола. И, несмотря на то, что это внушение явно противоречило заповеди создателя, не уклонилась, но в надежде на обещание дерзнула вкусить. Пусть так. Пусть ты и саму себя ввергла в такую бездну и лишилась высочайшей чести. Зачем же делаешь и мужа участником этого ужасного падения? И кому ты назначила была помощницей, тому сделалась наветница и через вкушение малой снеди. Лишила его вместе с собой благоволение Божие. Какое крайнее безумие довело тебя до такой дерзости? Тебе недовольно было вести беспечальную жизнь, быть облеченной телом и не нуждаться ни в чем телесном, пользоваться всеми райскими плодами, кроме одного дерева. Тебе недовольно было, что все видимое находилось в вашей власти, и вы имели господство над всем. Обольщенная надеждами, ты хотела подняться на самую крайнюю высоту. Так вот, ты на самом опыте узнаешь, что не только не приобретешь того, чего ты надеялась, но и всего уже дарованного вам лишишь и себя, и мужа. И оба придете в такое раскаяние, что признаете бесполезным сделанное, а лукавый демон, давший гибельный совет, будет смеяться и торжествовать над вами, как уже павшими и испытавшими подобно ему. Как он, возмечтав о себе боли надлежащего, не спал из усвоенного ему достоинства, и не извергнут с неба на землю, то же самое захотел он сделать и с вами, через преступление заповеди, подвергнуть вас наказанию и смерти, и удовлетворить своей зависти, как и Премудрый сказал, завистью же дьявола смерти вошла в мир. Премудрость 2.24 И дала, сказано, мужу своему, и он ел. И открылись у них очи у обеих. Велика беспечность и мужа. Хотя предлагавшая плоды была и одной с ним природой, и жена его, но ему, как живо помнившему заповедь Божию, нужно было предпочесть ее неуместному желанию жены. Не принимать участие в преступлении, для кратковременного удовольствия не лишать себя стольких благ и не оскорблять такого благодетеля, который явил ему столько любви и даровал такую безболезненную и безбедную жизнь. Разве не позвольно было тебе в избытке наслаждаться всеми другими плодами райскими? Зачем же и ты не захотел соблюсти такую легкую заповедь? Но ты, конечно, услышал от жены об обещании лукавого советника и тотчас сам увлекшись надеждой принял участие в снеде. Поэтому и наказание простирается на обеих вас. И самый опыт научит вас не верить в внушение злого демона более, нежели Богу. И дала мужу своему, и он ел. И открылись очи у них и увидели, что они наги. Здесь рождается у нас весьма важный вопрос. Решить, который мы еще и прежде обещали вашей любви. Справедливо спросить у меня, какую силу имел это дерево, что вкушение от него открыло им глаза? И почему оно называется деревом познания добра и зла? Потерпите, если угодно. Я хочу несколько поговорить с вами и об этом, и научить вашу любовь, что если мы захотим принимать с рассуждением то, что говорится в Божественном Писании, то ни одно слово не покажется нам трудным. Не вкушение от дерева открыло им глаза. Они видели и до вкушения. Но так как это вкушение служило выражением прислушания и нарушения данной от Бога заповеди, а за эту вину они лишились потом, облекавшая их славы, сделавшись недостойными столь великой чести. Поэтому Писание следует своему обыкновению и говорит еле, и открылись у них глаза, и увидели, что они оба наги. Лишившись за преступления заповеди высшей благодати, они ощущают и чувственную наготу, чтобы из охватившего их стыда вполне поняли, в какую бездну не взвело их преступление владычной заповеди. В самом деле доселе они наслаждались такой свободой, даже не знали, что были наги. Они не были наги, потому что их лучше всякой одеждой покрывала высшая слава. После же вкушения, то есть после преступления заповеди, они дошли до такого унижения, что не перенося стыда, стали уже искать покрывала. Учиненное ими преступление заповеди сняло с них ту чудную и необыкновенную одежду, то есть одежду славы и высшего благоволения, которой они были обличены, и в то же время возбудило в них чувство наготы, и покрыло их невыразимым стыдом. И открылись у них глаза, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Подумай, возлюбленный, в какой высоты, в какую глубину, глубокую пропасть, низверглые дьявольское внушение. Обличенные доселе такой славы, они теперь сшивают листья смоковные, и делают себе припоясание. Таков плод дьявольского обощения, такова хитрость этого внушения, что оно не только не доставило людям больших благ, но лишило их и тех, которые они имели. Так как такая причина, вкушение, произвела прислушание, поэтому Писание говорит, и ели, и открылись у них глаза, разумею, не телесные глаза, но умственное зрение. Так как они присутили заповедь, то Господь и дал им чувствовать то, чего прежде, по благоволению, какое Он оказывал им, они не чувствовали. Когда слышишь, что открылись глаза, у них понимается так, что Бог дал им почувствовать наготу и лишение той славы, какой они пользовались за вкушением. А что такого обычаи Писания, послушай, как оно говорит в другом месте, когда служанка Сары, убежав от госпожи, блуждала и повергши отрока, Бытие 21.19, И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живою, и пошла, наполнила мех водой, и напоила отрока. Не потому, чтобы она дотолию не видела, но потому, что Бог в это время возбудил ее ум. Видишь ли, что слово «отверст» относится не к телесным глазам, но к умственному зрению. То же самое можно сказать и касательно другого возникающего здесь вопроса. Говоря, для чего это дерево называется деревом познания добра и зла? Многие любители споров дерзают говорить, что Адам после уже вкушения древа получил способность различать добро и зло. Думать так было бы крайне безумно. Чтобы никто не мог говорить так, для этого мы, предвидя это, недавно столько рассуждали о данной Богом человеку мудрости, доказывая ее наречением имен, какие дал он всем зверям, и птицам, и бессловесным животным, и тем, что сверх этой высокой мудрости он удостоился еще и пророческого дара. Как тот, кто дал имена и зерек такое чудное пророчество о жене, мог не знать, что хорошо и что худо. Если мы, допустим, это чего-то не будет, то произнесем опять хулу на Создателя, как он давал заповедь тому, кто не знал, что преступление ее зло. Это не так. Напротив, он ясно знал это. Поэтому изначало Бог создал это животное, человека, самовластным. Иначе не следовало бы его и наказывать за преступление заповеди, и награждать за ее соблюдение. Что он сделал со смертным за преступление, это видно из самой заповеди, и из последующих событий. Послушай, что сама жена говорила Змирю. От плода дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не вкушайте, чтобы не умереть. Значит, до вкушения они были бессмертны, иначе Бог и после вкушения не навел бы на них смерть в виде наказания. 135. Кто же потерпит тех, которые хотят утверждать, что человек получил познание добра и зла после вкушения от древа, тогда как он и до вкушения был исполнен такой мудрости, и сверхмудростью достоился еще благодати пророческой. И как можно согласить с разумом то, что козы и овцы, и все бессловесные, знают, какая трава годна и в пищу, какая вредна, от каких нужно особенно воздерживаться, и к каким обращаться. А человек, разумное животное, не знал, что добро и что зло, но вот, скажет Писание, назвало это дерево деревом познания добра и зла, знаю это и я. Если постараешься узнать особенности Божественного Писания, то поймешь, почему оно дало этому дереву такое название. Так названо оно не потому, что сообщало такое познание, но так как у него совершилось преступление заповеди, и поэтому от него потом уже явилось познание греха и стыд. Поэтому оно так и названо. Божественное Писание имеет обычай по совершившимся событиям называть те места, где эти события случились. Потому Божественное Писание назвало это дерево деревом познания добра и зла, что у него должно было совершиться преступление или соблюдение заповеди. Человеколюбивый Господь искренне изначало, желая вразумить и внушить человеку, что у него есть Создатель и Творец, произведший все видимое и сотворивший его самого, благоволил показать ему свою власть в этой малой заповеди. Как щедрый владетель, отдавший кому-нибудь для пользования большой и прекрасный дом, берет за это не всю плату, но какую-нибудь малую часть, чтобы и для себя сохранить право господства. И того человека заставить хорошо помнить, что он не владелец строения, но пользуется им по доброте и щедрости. Так и Господь наш, верив человеку все видимое и предоставив ему жить в раю и пользуется в нем всем, чтобы он, мало-помалу увлекшись мыслью, не счел всего видимого самобытным и не возмечтал слишком много о своем даровании, достоинстве, повелевает ему воздерживаться от одного дерева, а за нарушение этого повеления определяет тяжкое наказание, дабы он знал, что находится под владыкою и всем прочим пользуется по благодати владыки. Но так как Адам по крайней невнимательности вместе с женой впал в несчастье через преступление данной заповеди и вкушение от древа, то поэтому Писание и назвало его деревом познания добра и зла. Не то, чтобы человек до то ли не знал, что добро и что зло. Он так не знал, что и жена, разговаривая с змеем, сказала, сказал Бог, не ешьте от него, чтобы не умереть. Значит, она знала, что смерть будет наказанием, если они приступят заповедь. Но так как после вкушения от этого дерева они лишились и вышней славы и почувствовали телесную наготу, поэтому Писание назвало его деревом познания добра и зла. У него было, так сказать, упражнение в послушании или непослушании. Узнали вы, почему Писание сказало, открылись очи их, и уразумели, что они наги. Узнали, почему дерево называется деревом познания добра и зла. Подумай же, какой стыд наконец охватил их, когда, не вкусив от древа, приступили заповедь Господню, и шили листья смоковные, и сделали себе опоясание. Смотри, из какой славы, в какое унижение низверглись они. Те, которые доселе жили, как земные ангелы, изобретают себе одежду из листьев. Таково зло, грех. Он не только лишает нас вышнего благоволения, но и ввергает в великий стыд и унижение, похищает у нас и те блага, которыми обладаем, отнимает всякое дерзновение. Но чтобы, рассматривая грех, совершенный человеком, через вкушение от дерева и прислушание, не сделать нам все слово печальным, переведем речь, если угодно, от этого древа к другому, к древу креста, и посмотрим, какие бедствия причинило то, и какие блага принесло это. Впрочем, бедствия произошли не собственно от древа, но от беспечного произволения и презрения, какое он показал в отношении к заповеди. То древо ввело смерть, потому что за прислушанием последовала смерть. Это даровало бессмертие. То изгнало из рая, это возило нас на небо. То за одно преступление подвергло Адама такому наказанию. Это освободило нас от бесчисленных тяжестей и греховных и дало нам дерзновение перед Господом нашим. Видите вы разность между древом и древом? Видите злобу дьявола, беспечность человека и человеколюбие владыки? Итак, вооружимся, прошу, любовь вашу этим животворящим древом, силой его умертвим, губящий душу страсти, как апостол Павел говорит, те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А это значит, те, которые всецело предали себя Христу, умертвили всякую нечистую похоть, возникающую в теле, ко вреду всех сил души. Им подражая, мы сделаем свои члены бездейственными для утверждения в нас владычества дьявола. Чтобы нам в настоящей жизни спокойно переплыть это бурное и опасное море и, вошедши в тихую пристань, человеколюбие Божие, получить благо, обещанное любящим Его, во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава со Отцом и Святым Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.